Здравствуйте, уважаемые обучающиеся колледжа Международного сервиса и менеджмента. Сегодня проведем занятие по дисциплине «Основы логистики» на тему «Маркировка и пакетирование логистики» для специальности «Маркетинг по отраслям и областям применения». Материал подготовила Бутабаева Наскутбаншбаевна. Цели занятия. Раскрытие понятия маркировки груза и классификация. Методы, преимущества и недостатки пакетирования. План занятия. Маркировка грузов, пакетирование. Маркировка грузов — это система нестирающихся четких знаков или наклеек, необходимых для распознания содержимого тара и упаковки. Для этой цели используются слова, рисунки или кодовые номера. Для логистической перевозки и хранения маркировка должна содержать следующую информацию. Наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя. Количество грузовых единиц. Надписи об осторожном обращении с грузом ввиду свойств груза. Информацию об условиях хранения грузов. Для того, чтобы в процессе грузовой переработки маркировка постоянно была видна, ее наносят на все четыре боковые стороны грузовой единицы. Введение стандартизированной тары и стандартизированной упаковки привело к изменению системы погрузочно-разгрузочных и транспортных процессов и повысило их эффективность. В настоящее время в Республике Казахстан для маркировки грузов используется ГОСТ 141.92-96. Этот стандарт предусматривает маркировку грузовой единицы специальной этикеткой и может содержать различную информацию. Такая этикетка несет цифровой код, который считывается электронным способом и позволяет идентифицировать грузовую единицу. Электронный сбор информации основан на использовании штриховых кодов различных видов, каждый из которых имеет свои технологические преимущества. Электронный штриховой код представляет собой чередование темных и светлых полос разной ширины, построенных в соответствии с определенными правилами. Регистрация грузовой единицы производится посредством сканирования. Наиболее часто используется 13-значный код, который в штриховом виде наносится на грузовую единицу. Первые три цифры обозначают код страны. Следующие шесть цифр – регистрационный номер предприятия внутри национальной организации. Следующие три цифры кода предоставляются предприятию для кодирования своей продукции по собственному усмотрению. Последняя, 13-я цифра кода рассчитывается по специальному алгоритму на основе 12 предшествующих цифр и обеспечивает надежность использования штриховой системы кодирования. Способность грузовой единицы сохранять целостность и первоначальную геометрическую форму в процессе выполнения разнообразных логистических операций достигается пакетированием. Под пакетированием грузов понимается операция по формированию грузовой единицы, то есть действие, имеющее целью обеспечить целостность, надежность и устойчивость грузовой единицы при транспортировке. Например, после укладки грузов на поддон грузовая единица обтягивается или обматывается лентами, таким образом поддон и уложенные на нем грузы становятся единым целым. При транспортировке леса длинномерных материалов также происходит закрепление с помощью лент, обтяжек или иных приспособлений. Пакетирование груза производится и внутри контейнера. Груз закрепляется при помощи специальных лент или ремней с использованием простых крюков или сложных захватывающих устройств. Существуют различные методы пакетирования. Для формирования грузовой единицы используются такие приспособления, как стальные, текстильные и синтетические ленты, цепи, канаты, резиновые сцепки, стяжные ремни и так далее. Большое значение при выборе приспособлений играет материал, который должен обеспечивать прочность и надежность скрепления. Выдерживать большие нагрузки, особенно при внештатных ситуациях. С другой стороны, требуется, чтобы крепление не повредило груз или транспортное средство. Были удобны в использовании и не наносили случайных травм рабочим. Один из методов обандероливания. Производится с помощью тисмы или бумажной ленты и штампа, таким образом, чтобы без разрыва материала доступ к грузу был невозможен. Следующий метод – пакетирование грузов с помощью термоусадочной пленки. Пленка обеспечивает большую устойчивость груза, допускает крен до 35 градусов, защищенность груза от внешних воздействий, от пыли, грязи, атмосферных осадков. Груз противостоит им до 2 месяцев, позволяет пакетировать грузы со сложной и неправильной формой. Пакетирование обеспечивает сохранность продукта на пути движения к потребителю, возможность достижения высоких показателей эффективности при выполнении разгрузочно-погрузочных и транспортных складских работ за счет их комплексной механизации и автоматизации. Максимальное использование грузоподъемности и вместимости подвижного транспорта на всех видах транспорта. Применяется полиэтиленовая, поливинилохлоридная, полипропиленовая пленка. Преимуществом этого метода является высокая степень сохранности груза. Грузовой пакет обандероленный термоусадочной пленкой имеет повышенную устойчивость к вибрации и сотрясениям при транспортировке и перегрузках. Возможность пакетирования грузов, различных по размеру и по форме. Упаковывать термоусадочную пленку можно и кирпич, и бокалейные товары, и книги, и металлические детали неправильной формы и многое другое. Сравнительно низкие затраты труда. При использовании автоматического и полуавтоматического оборудования затраты труда на пакетирование в термоусадочную пленку в 3 или даже в 4 раза уменьшают затраты труда. Кроме того, хранящаяся в стеллаже обандероленная пленкой грузовая единица может быть скрыта для отборки части пакета. При этом целостность грузовой единицы не нарушается, что также даст экономию рабочего времени. Не требует повторной упаковки груза. Наряду с преимуществами необходимо отметить и недостатки. Первое. Невозможность пакетирования замороженных продуктов. Отсутствие защиты продукции от механических повреждений при выполнении погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских операций. Особенно важно для продукции упакованную в стеклянную пару. В пакетировании заинтересованы все участники процесса перемещения продукции. Поскольку большинство предприятий получают или отправляют продукцию, которую нужно пакетировать, для перевозки пакетов применяются поддоны. Поддоны. Средства пакетирования с помощью для груза с надстройкой или без них. Приспособленные для механизированного перемещения при выполнении погрузочно-разгрузочных транспортных и складских работ. По своей конструкции поддоны подразделяются на плоские, стоечные и ящичные. Палеты. Называется горизонтальная площадка минимальной высоты, соответствующая способу погрузки с помощью билочных тележки или билочного погрузчика и другими техническими средствами. Используется в качестве основания для сбора, складирования, перезагрузки транспортных грузов. Наряду с палетами главная роль в логистическом менеджменте принадлежит контейнеру. Контейнер — это элемент транспортировки оборудования, многократно используемое на одном или нескольких видах транспортного оборудования. Предназначено для перевозки или временного хранения, оборудованное приспособлениями для механизированной установки и снятия его с транспортных средств, имеющих постоянную техническую характеристику. Контейнеры используются для перевозки различной продукции, называются универсальными. Для одного вида продукта специальными. Преимущества контейнерных перевозок являются Ускорение оборота транспортных средств, повышение сохранности груза, уменьшение логистических издержек, ускорение погрузочно-разгрузочных работ и передачи груза получателям, экономия тары и упаковки. Постановка нетранзитных партий продукции непосредственно от предприятий производителей, минуя склады посредников. Для закрепления нового материала будем использовать следующие вопросы. Какие функции выполняет маркировка грузов? Каким основным требованиям должно отвечать кодирование товаров? По каким основным методам проводится пакетирование грузовых единиц? Какие основные средства пакетирования существуют? Дайте их характеристику, значение маркировки, какие функции выполняются упаковкой в процессе логистики. Для закрепления мы также будем использовать знаки кодирования маркировки. Также можем использовать тест для закрепления материала. Будем проводить обязательно рефлексию, чтобы закрепить материал. Что для себя ребенок понял больше? Обучающийся будет отвечать на следующие вопросы. Сегодня я узнал, было интересно, буду дополнять материал таким образом. Домашнее задание. Изучить методы пакетирования грузов для складских помещений. Подготовить презентацию на тему виды контейнерных перевозок. Написать эссе особенности пакетирования грузов в Республике Казахстан и в зарубежных странах. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует...